Дорогие друзья, дорогие любители и поклонники Generals Zero Hour, с вами канал Бляр ТВ. Прежде чем мы продолжим смотреть на этот топовый реплей, у меня есть к вам небольшая просьба оставить свой комментарий. Конечно же досмотрите ролик до конца, а также ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И самое главное помнить, только благодаря вам у нас становится больше и наша любимая игра становится популярнее. На ваших экранах топ-1 и топ-2 русскоязычного сообщества по результатам последней прошедшей лиги под филетовым цветом. Тим Степ, игрок из Украины, сыграет за США в ВВС. Это как раз таки топ-1 сейчас ведущий наш боец, который на мировом уровне показывает невероятные результаты. И недавно совсем, я не могу об этом не сказать, он играл против Экскала 2 сета. И первый сет Тим Степ разорвал Экскала 6-0, вы только представьте. Потом ему уступил 6-5. Но ничего удали, как говорится. Окей, против Тимофея уже всем известный Стас, дорогие друзья. Не только профессиональный игрок, он топ-2 русскоязычного сообщества. Ну и уже крупный стример по Generals Zero и, конечно же, организатор вообще турниров, которые сейчас в нашем сообществе проходят. Очень большую руку к ним прикладывает именно Стас. У нас сколочена целая команда. Он сыграет за Ванилу Чайну. Стандартная армия Китая под бирюзовым цветом. Игрок из России. Стартует в 2 соплая. Военный завод и барак. Ну, в принципе, здесь Стас чисто стандартно играет. Тимофей тоже самое делает стандарты. 2 соплая военный завод барак. Но добавил еще один барак. Потому что хочет захватить вышки, по всей видимости. Да. И если уж говорить в целом об этом матчапе, то... Ну, Эйр, он всегда будет посильнее, наверное, любого генерала. Или не посильнее, но как минимум генерал, который не имеет каких-то изъянов против других генералов. То есть, драться с Эйром можно, но не будет такого, что против Эйра у вас есть какое-то преимущество. То есть, вы либо равны 2 генерала, да, как, допустим, стелс Эйр. Матчап в целом. Либо Эйр будет все-таки посильнее. Но вот Эйр в этом матчапе данном, он считается посильнее. Ух, как Тимофей плохо обконтрил свой хаммер. И, знаете, это косяк. Фейрбейс, интересно, поставился. Но, как по мне, Чайна, все-таки такой генерал, все считают Чайну слабой. Ну, вот, большущая просто ошибка считать Чайну слабой. Это, наверное, самый один из балансных генералов, я в плане имею в виду, экономики, юнитов. У него все, что нужно есть. Все недорогое. И если грамотно играть, то почему бы и нет? Ну, сейчас посмотрим. Стас уже дает филд, будут миги, да, против Эйра. Можно играть мигами. Как бы там, по статистике, Чайна не был бы слабой, не слабой. Ну, лично мое мнение, мне нравится играть за Чайну. То есть, если мне падает какая-нибудь Юса, я такой, о боже, я не хочу играть за Юса. Но если мне падает Чайна, я такой, вау, Чайна, почему бы и нет? За Чайну можно, только надо уметь, и тогда все возможно. Так, хаммер подъезжает после опалтрака лупит. Ага, ну, наглый такой захват не прокатит. Кстати, пошел Стас тоже в захват вышек. Минут хаммер, там уже есть напалмы. Здесь еще хаммера принимаются, но тут, конечно же, попытка проехать под сопла. И попытка... Ой, какой пулемет интересный. Спрятался там где-то в дозере. Ну, блок филда есть. Правда, сам филд должен выживать. Пока хорошо. Пока хорошо игрок из России принимает своего оппонента. Есть у украинцы некоторые проблемы в атаке. Потеря большого количества хаммеров. Не должно быть, конечно, такого. Его филд освобождается. Ну и встал тут рейнджер. Будет ли захватывать вышку, пока не ясно. Но если даже бы захватывать, скорее всего, миг какой-нибудь отменят. Фейербейс дополнительный. Устанавливает у нас Тимоха. Поставил, кстати, стратегический центр. Пока стратегию еще не активизировал. Search and Destroy, скорее всего, эта стратегия должна быть под хаммеры. Хаммеры бьют дальше на 20%. Если не ошибаюсь. И второй филд выдает у нас китаец. Добавляет, конечно же, воздух. Это нужно делать. Ну и американец, понимая все прекрасно, выпускает свои Мстители. Мстители не дешевая развлекуха. И они доступны только с постройкой как раз-таки стратегического центра. Бартон выходит. Наверное, поэтому и не активизируется стратегия. Не хочет TeamStep палить свою стратегию, чтобы Бартон беспалево, может быть, подобрался к вышкам. И туда не отправлялся заранее пост дежурить на этих вышках. А вот здесь, ну вот, миг свой отработал. Немножко Стас ошибается. Теряет воздушную армию. Она будет, конечно, пополняться. Вообще, карта хорошая. Я, кстати, название карты не объявил. Drallium Desert. Она вот недавно тоже была в топреплее. Она очень часто сейчас играется. Карта хорошая, имеет очень много ресурсов. Поэтому, опять же, защиту китайца я скажу, что, ну, китаец с хорошей экономикой вполне себе имеет хорошее массовое вооружение. Мы видим много мигов. Мы видим много наземки. Хотелось бы сейчас еще увидеть, конечно, ЕЦМ танки. Но пока нет тут центра пропаганды. Дозеры живые. Один. Один вижу дозер. Даже второй дозер живой на лоу хп. То есть, дозер хант тоже не хотел, чтобы получали игроки. Так. Ага, Гатлин, здравствуйте. И третий сапплай уже ставит Тим Степ. Но Тим Степа две вышки. У Стаза тоже две вышки. То есть, по экономике, вообще, игроки идут равное. Выходит дальше Мститель. Только сейчас активируется стратегия Search and Destroy. Когда уже свои грязные делишки Тим Степ сделал. Хотя, какие именно грязные делишки? Ну, наверное, нежданчик, скорее всего, в Мстителях был. То есть, Search не активировался. Я теперь понял полностью эту задумку Тим Степа. Чтобы Стаз не понимал, есть ли у соперника Мстители или нет на тот момент. Ну, мне кажется так. А для чего еще тогда его не активировал? Неужели просто забыл? Да быть такого не может. Бартон справа я не вижу, чтобы пропегал к вышке. Поэтому Стаз полетел. Спокойно бить хаммер. Там, здравствуйте, Мстители. И такой, опа-на. И там уже Тима активировал. Понимаю, что соперник знает обо всем. Так, Мигов много в воздухе. Но там два Мстителя. Миги не справятся. Надо аккуратно. Будет облетать? Облетать Search? Бить? Нет? Или все-таки на Мстители? Ух, зажег. Но там еще Мститель. Такой размен. Хотя, ну, там Мститель 2К. И Мигов там штуки 3 отпало. Нет, все-таки это подороже. Китайцы выходят. Один Миг 1400 или 1200 стоит у китайцев. 1400. Или 1200. Ребят, ну-ка подскажите в комментариях. Я уже ценники забываю. Ага, нифига себе. Бартон в камере сидел. Ну, сшибается, естественно, вышка. Вышел дядя Боря. Пойдет на вышку справа, скорее всего. О, Миги готовы? Нет, Миги не готовы. Ай-яй-яй, чуть-чуть не дождался. Второй Мститель убили уже поздновато. Но вот сейчас доработал. Да, большая потеря воздуха, но... На какой войне не бывает потерь. Тут в любом случае отбиваться надо. И Стас это делает. Командный центр устанавливает Тимофей. У него 2 военных завода. Ну, играя уже в 2, а не в 3. Плюс 2 вышки есть. Да, какой же фейербейс, слушайте, пакостный. Даже под вышки, под чинуки. Очень сложно здесь зайти. Очень хороший, грамотный фейербейс. Ага, вот здесь ребята зашли. Ха-ха-ха, чинуки отводятся. Экономику не хотелось бы терять. Да. Так, Миги. Мститель 1. Ну, как-то не очень удачно пробивается. А нет, минус Мститель. И спектр ганшипра 3 ранг идет уже от Эйрфорса. По филду, естественно. А ковровочка-то от Тимстепа, может быть, я пропускал? Ковровочку. Вышка, кстати, не добита, но Бартн справа работает. Пока стоит. Ага, спалили. Ну, нету заряда. Нету заряда у Мига. Не хватило. Да, все-таки минус вышка. Заминировалась. Так, действительно, стратегический центр. Почему я ковровки не наблюдаю? Либо Тимофей где-то ее уже выпустил, либо я просто... Либо он ее не выпускал. Вот и все. Потому что очень было бы круто, если бы сразу два филда закрыл своему сопернику. Так, ну здесь опасная пачка. Пять хамвеев, медичка и два мстителя, которые прикрывают. Обе вышки китайские добиваются. Слева, в принципе, тоже была минус вышка, но по центру еще работает одна. Последняя нефть на карте. Денег достаточно у американца. У китайца раз соплай. Ну, два соплай работает в Китае. Нет, три соплай. Окей. Денег тоже достаточно. И ковровочка хотел... Хотел поймать, но вот получилось, что не поймал. И гадлинги тоже на кормежку ушли уже. А, 10. Полетел добивать филд, который не очинился. И филд на лоу-кп каким-то чудом здесь выживает. Вот это страсти. А арт-удар пошел. Куда? О, как не вовремя. А что там? Фу, повезло арт-ударнуть сюда. А что он стратегии меняет? Какой-то мисклик минус вышка. Что это вообще делает Тимофей? Он мискликнул. Он случайно поменял стратегию и сейчас обратно на серч меняет. Боже. А вы прикиньте, если бы Стас... Ну вот... Получилось бы так, что решил бы арт-ударом сюда запустить. А там хопа, ребята заморозились. Ооо, это эпик пл был бы. Ну, конечно, настолько предугадать такую ошибку небольшую, скажем так. Но это невозможно. А вот и ковровка полетела. Но дракон проходит к стратегическому центру. Как так пропускается? И тут... На, конечно же, филд. Китайский минус филд. А вот это потеря, потеря. Тимстеп пропустил. Нельзя такое пропускать. Справа еще тоже идет добыча у американца. Здесь в центральной части также коробок хватает. Но тут... На базе у китайцев. Проблемы. Куда пошел Тимофей? Ну, слишком, слишком. Сильные ошибки. Минусуется еще два хаммера. Поехал в упор. Куда-то где он? Что контролил? Не совсем понимаю. Что аж так не законтролил? Ну, вот бывает, дорогие друзья, такое. Даже у проигроков. Тут ошибочки досадные. Они... Ну, просто ловушка. Здравствуйте. Просто ловушка сейчас самая настоящая. Здесь тоже обошли юниты. Миги работают. Ну, Стасян на чай не отрабатывает. Просто шикарно. Да, там, за исключением некоторых моментов, когда он теряет много мигов. Но пока, в принципе, как ошибается китаец в потере своих мигов, так ошибается американец в потере своих хамвеев. Тут абсолютно все одинаково в плане ошибок. И поэтому, ну, не сказать бы, что Стасян прям неудовлетворительно здесь отыгрывает. Даже очень хорошо на фоне потери своего соперника. Ох, тут минки какие упали. Минус хаммер. Ракетчик еще один подрывается. Уже китаец даже в атаку переходит. К чинукам подходит. Сейчас может блокать соплай. Но надо чинук забрать. Эть, минус чинук. Да, да, да. Плавненько переступает китай. Куда дальше? Еще чинук. И еще задеть бы чинук. Нет, не получится задеть. Ага, домик. Ну, есть ЕЦМки. Чинкстеп, ну что ты ведешь? Ой, е-мое. Блин. Это точно чинкстеп играет? Что за ошибки? Давно я такое исполнение ошибочное не видел. Просто на мин и трет. Даже не увидел. И какая ковровочка! О боже, еще минус два хаммера. Минус электричество было. Ну, есть запасное. И еще хаммер подрывается на минах. Ну что ж. Тимофей, проснись. Что с тобой? Интересно, в которое время они играли? Что там было? Ну как он так не контролит? Только сейчас подъезжает дозер на разминировку. Да. Ошибок много. Но обычно побеждает тот, кто меньше ошибается. Как будет здесь? Тем более, что здесь РР. Ну, там армия еще имеется, естественно. Потому что Стас тоже играет не безошибочно. Тоже имеются, опять же, потери мигов. Достаточно частые. Но без этого никуда. Так, перестраиваются филды. Опять бы, два филда, что по деньгам. 10к флуат у китайца, ну. Я даже не знаю, за ошибку это считать или за грамотность. В том плане, что запас денег на будущее или наоборот сейчас недостаточно спамит. Да, но бывает, как игроки планово флуатят. И бывает так же, как игроки, ну, флуатят просто потому, что не контролят свой экономик. Так, немножко потратил Стас денег. Ага, минус камер был. Ну, тут должны ребята справляться. Там вроде бы... Сёрч, да, Сёрч снова появился. Ребята опять дальше бьют. Справляется, что у китайца по армии. Но он быстро может восполнить свою армию. Как раз таки тем флуатом, который у него имелся. Вот сейчас те 11к, они очень сильно пригодились. И можно ровно такую же армию гаклов с ЕЦМками на спамить. Естественно, пропаганда уже имеется. Бьётся пропаганда. Не хватает дамага. Ху-ху-ху. Сбили. Не добило. Ну вот. Хорошо против повышения пока работает здесь Китай. Но тут наглоса полдраки пошёл вперёд. А, добывать нечего. Всё, Китай всё скопал. Вот здесь кусочки остались. Просто Китай всё скопал. У американца ещё коробки имеются в запасе. Даже интересно будет в конце статистику посмотреть. Кто больше денег собрал. Ну, судя по всему, Китай уже все коробки вылокал. Я думаю, он больше пока собрал. Так, ковровка на филд, естественно. И спектр ганшип, естественно, также летит на филд. Пропаганда здесь выживает. Опять не дают играть мигами. Ну и денежки, все накопления уже Китай потратил. Он, кстати, очень сильно ударился именно в спам на земке. У нас пятнадцатая минута игры. Очень быстро время летит в таких потных зарубах. Минус чинук. Так, заморозил один хамвей. Ещё чинук потеряться. Ещё можно чинук убить. Как-то Тима растранжирил чинуки. Но у него на базе ещё копают два. По экономике Эйр страдает. Нефти ни у кого не осталось. Добивается чинук. Так, хаммеры с лычками есть. Опасные ребята. Подсёрчим. Ну, кстати, может быть опять какой-нибудь байт на ковровку. То есть полетит ковровочка. Пока здесь кружат миги только. Оу, ну там очень много было мстителей. Ну, окей, да. Тут потратились. Очень много погибло. Все, наверное, миги погибли. Но там и два хаммера сожгли. Как так мстители не помогли? Тоже не совсем понимаю. Ой-ой-ой. Ой, всё, переморозил здесь китаец. Вот это удачный был. С одной стороны неудачный. С другой стороны очень удачный залёт мигами. Всё. Все камеры Америкос просто потерял. И у него денег нет на новые. И повышение. Нету пятого ранга. Это мины. На военный завод. Кстати, чуть-чуть китаецу не хватает до пятого ранга. А здесь ракетчики два мстителя. Это всё, что осталось у американцев. Продал один сапплайт. Давно пора его продавать. В принципе, здесь... Ну, вот есть право сапплайта. Тоже можно продать. Чинуками сюда потекопать. Но там не дадут. И неужели листовки? Нет. Это топливная бомба. Всё-таки пятый ранг. На центр пропаганды. Да, ещё энергии. Казарм отлетает. Но я думаю, что есть. Действительно, запасная энергия. Чинуки направо пришли. Но вот надо поработать гатлами справа. Видит листас. А это листовки, друзья. И заморозил один гатлинг с ЕЦМ. Тут хорошо получилось. Правда, здесь уже хаммер начинает сторожить. Он выбил тот гатлинг. Ага, здравствуйте. Минус два чинука. А Тима уже не контролит совсем. И пошёл воровать, Стасян. Пошёл на воровство. Здравствуйте, коробочки. Хаммер всё видит. Там чуть-чуть не хватает экспы. 42 экспы до пятого ранга китайца. Там Эмми бомба полетит. Это очень важно. Арт-удар пошёл. Хаммер надо контролить. ЕЦМки будут царапать его. Там, кстати, лотос пробежал. А в тыл вы поглядите, а? Сейчас девка начнёт свою работу. Ай-яй-яй. Единственный хаммер. А то минус стратегический центр, минусуется арт-ударом. Калёный один гатлинг точно будет ремонтироваться. Но по войскам этим снайпов всё очень плохо. И денег нету. Он уже спектр начинает отбиваться. Но криво бьёт. Очень криво бьёт. Войска кидая отошли. Лотос ворует военный завод. Всё ещё стоят два мстителя и два ракетчика. Это вся армия. Денег у Тимофея косарик. Но у него чинуков нет. Ему добывать нечем. Такое ощущение, что здесь уже... Да. Откидывает ещё повышение минус... ЕЦМка. Но ощущение складывается, что уже здесь американец не подтащит. Всё-таки Стасиан на чайне... Меньше ошибался. Эми-бомба. Чем ошибался Тимофей на Эйрфорсе. Ну и такое бывает. Да, даже игрок, который способен, там, не знаю, Экскала снести 6-0. Ну вот. Потом допускает такие ошибки, которые, казалось бы, неприемлемы. Но обстоятельства бывают разные. Поздравляю Стасу с победой. Он за чайно одолел очень сильного соперника и Эйрфорса. И по экономике как раз-таки... Ну, кстати, на один косарь всего больше по экономике собрал. Ну, там второе... Конечное... Хотя... Блин, странно. Погодите. А, ну вышки же у Тимофея дольше жили. Да, за счёт вышек он, в принципе, здесь по экономике и... А, я перепутал. Я думал, что... Нет, тут хорошее. Тут 111 на 100. На 11 тысяч он обогнал. Не, ну это денежная... Казалось бы, в такой, ну, долгой игре. Да, почти 20 минут. Это небольшое преимущество. Но 11К, это как раз-таки... Помните, были 11К флуата Стаза? Я ещё сказал, блин, у него флуат огромный. Это вот те самые 11К, на которые он потом наспамил последнюю свою армию и пошёл вперёд. Потому что у Стаза не было экономики. И вот как раз-таки разница в эти 11К. Просто дали ему победу. Ну что ж, друзья, оставляйте своё мнение в комментариях. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Не забывайте про группу в Дискорде. Конечно же... Точнее, про группу ВКонтакте, Дискорд-канал и Телеграм-канал. Также про сайт bliartv.ru, где вы найдёте очень много полезной информации. А я с вами не прощаюсь.